Для въезда на территорию РФ всем иностранцам, за исключением граждан стран СНГ и государств, которые подписали соглашение о безвизовом режиме, должно быть оформлено разрешение. Ознакомимся с тем, какая виза в Россию для иностранца необходима в зависимости от цели его визита и количества пересечений границы РФ. Как классифицируются визы? Визы подразделяются на виды в зависимости от кратности использования. Отличительные черты комментария однократная разрешает одноразовый въезд, имеет четко обозначенный срок действия, въезда-выезда, двукратная допускается один или двухкратный въезд обязательно. Содержит даты поездок многократная мультивиза, предусматривает въезд на территорию Российской Федерации более двух раз. Выдается лишь при наличии разрешения МИДа, для получения документа потребуется предъявить приглашение в оригинале и иметь ранее полученные визовые разрешения туристическая поездка категоризация. Российских визовых пропусков осуществляется также по целям поездки. Самый доступный и экономный вариант организации поездки при непродолжительном визите – туристическая виза для иностранцев в Россию. Такой разрешительный документ выдается только для путешествий. Туристическая виза подразумевает одно-либо двукратный въезд длительностью не более шести месяцев. Выдача документа осуществляется на основании приглашения в Россию, предоставленного фирмы, имеющей аккредитацию в МИДе и референс-номер. Разрешительный документ могут получить туристы, забронировавшие отель в РФ, либо имеющие подтверждение о транзитном проезде. Такую визу нельзя продлить, и срок ее действительности ограничивается указанными в документе датами. Деловой визит. Деловая виза в Россию для иностранцев необходима в случае визита в бизнес-целях. Такой разрешительный документ может понадобиться членам делегации, деятелям церкви, спорта и культуры, контрактным работникам. Основанием для оформления делового визового пропуска является приглашение от принимающего лица. По сроку действия этот разрешительный документ может достигать 12 месяцев и при этом предусматривать одно-двух-либо многократный въезд в РФ. Разрешение для частного визита. Гостевая виза в Россию для иностранцев доступна при поездке к родственникам или друзьям, которые проживают в РФ. Срок действия документа – от одного дня до трех месяцев. Основанием для проставления визового штампа в загранпаспорте является оригинал приглашения, оформленного принимающим лицом в местном АВИРе. Гостевое разрешение выдается на более длительный срок, нежели туристическое, однако его оформление длится от 1,5 до 4 месяцев. Визовым разрешением для частного визита подразумевается посещение лишь того города РФ, название которого указано в пригласительном письме. Визовый штамп для транзита. Транзитная виза в Россию для иностранцев понадобится при поездке в третью страну, если в ходе путешествия необходимо проследовать через территорию РФ, для получения этого разрешения оформлять приглашение не нужно. Соответствующий штамп будет проставлен после предъявления ксерокопии билетов в страну назначения. Оформление транзитного визового пропуска занимает минимум времени и не требует больших затрат. Срок действия разрешения обычно равняется 72 часам. В некоторых случаях он может достигать 10 суток. Разрешительный документ для учебы. Этот тип разрешительного документа подходит для студентов, зачисленных на академический курс либо курс изучения языка. Основание для получения учебной визы, приглашение или контракт на обучение с образовательным заведением. Помимо документа основания, потребуется также предоставить полис медицинского страхования, подтверждение оплаты обучения в РФ, справка на бланке образовательного учреждения РФ. Так как иностранцу получить визу в России для учебных целей можно только на период от 3 до 12 месяцев, важно своевременно ее продлевать. Рабочая виза. Запрашивать рабочее визовое разрешение могут только иностранные сотрудники российских компаний при наличии официального приглашения. Кроме того, потребуется предъявить трудовой контракт с работодателем. Обязательным условием является наличие у компании-нанимателя лицензии на трудоустройство иностранных граждан. Рабочая виза в Россию для иностранцев выдается на срок от 3 месяцев до 1 года с возможностью многократного въезда на территорию страны. Визовое разрешение для членов семьи. Данный тип разрешительного документа доступен близким родственникам туристов, имеющих российскую визу. Основанием для получения въездного разрешения для членов семьи является пригласительное письмо и виза туриста-родственника. Сведения о детях младше 14-летнего возраста могут быть внесены в визовые разрешения родителей. Взрослые члены семьи обзавестись визой могут только при наличии отдельного приглашения с обозначением в графе с целью визита член семьи. Родственникам иностранцев доступен для оформления такой же тип визового разрешения, что и у их близких, уже имеющих российскую визу, и с аналогичным сроком действия. Другие виды. Помимо перечисленных выше, существуют и другие виды российской визы, дипломатическая, для деятелей культуры, для членов экипажи морских судов, на въезд в РФ в целях получения убежища и прочее. Для правильного определения того, какой тип визы будет наиболее подходящим в вашем конкретном случае, рекомендуется проконсультироваться в депредставительстве РФ в стране проживания. Там же удастся детально ознакомиться с процедурой выдачи визы и узнать, какие документы понадобятся подготовить. Узнайте правила пребывания иностранцев в России. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон Центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!